Павел Гейм Чанел Из plotting seres пламенного родаruct melanchol Здесь первая литература Артист Красиво! 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 Это всё! Сейчас будет последняя битва! Нет, Ковард, сегодня будет бойней, но это не последняя битва. Финальное сражение случится внутри этой крепости. Наша священная миссия попасть туда! Может, хватит быть таким раздражительным? Мы чё, на две команды поделимся? А может, ты лучше поймёшь, что, Скэп, мы можем сегодня не воскреснуть дважды? Да, вкусим, наконец, забвение! Разве это не то, чего мы и жаждем? Так, мы это уже обсуждали, и повторяться сейчас нет времени. У нас есть цели, а она заслуживает выполнения. Всё! Да нет, я так, обобщаю. Мы же это вроде делаем, потому что иначе мёртвые не смогут забыться. Оставим этот разговор на потом, граф. Сейчас нам нужно обсудить нашу задачу, пока ещё есть немного времени. Да! Батрак Грива, докладывайте ситуацию! Так точно, капитан! Ворота в крепость закрыты при помощи двух зачарованных алтарей. Их нужно деактивировать, чтобы добраться до Хазгова. Левый алтарь охраняется над Резимом Великусом, а правый неким генералом Мракусом. Пути к ним также перекрыты войсками. Ну, Великуса мы знаем, а кто такой этот Мракус? Что-то знакомое. Чёрт! Мракус наёмный генерал Хазгова, служивший ему в мои бывшие времена. Не знаю, как он вернулся, но... Сегодня этим, ну, прихвостям некуда бежать. Да, это их последняя битва тоже. Я не готов покляться, это понимает. Что ещё? Слева и справа от нашей базы есть тропы, ведущие к демоническим порталам. Если мы о них не позабудем, всё, демоны могут стать серьёзной проблемой. И ещё кое-что неожиданное, капитан. Прямо за нашей базой, откуда ни возьмись, появилась база мёртвых в рай и куов. Ты чё за рояль из кустов? Ах, чёртов Гильдерик. Друзья, нам стоит наказать его, иначе нам же самим придётся туго. Ммм, насчёт окружения всё ясно, друзья. А что насчёт этого? Ах, да. Решением этого вопроса задёлся я. Между нами и крепостью Хасгоу есть огромное поле былых сражений. Это прямая дорога между вратами и нашим штабом. А звучит именно... Значит, именно по ней будут идти плавенные рыцари. Блин, сегодня кот разбушевался с жестья. Я, Батра, Криво и Гориус будем отправлять туда все силы протоктората, чтобы... Чтобы забросать рыцарей трупами, да? Да, иного выбора нет. Но вы, господа, можете использовать извлекатель, чтобы периодически помогать нам. Воскрешений много не бывает. Что же, если на этом всё, то предлагаю начинать операцию. У нас совсем нет времени. Да, костяшки, у вас совсем нет времени. Я уже состою армию плавенных рыцарей и уже знаю, что вы здесь. Что бы вы ни задумали, вы вступаете в битву без конца. Из неё нельзя выйти победителем, потому что противники бессмертны. Но попробуйте, конечно. Всё равно с каждой вашей новой смертью моя армия растёт всё больше. Ах, вы все это слушали сейчас, да? Да. Этот газосел в крепости и не желает выходить. О, падший, вы пришли помочь тебе в решающий час. Мы принесли вам то, что будет питать вашу армию. Херасия, пацифисты, на помощь пришли. Я так и знал, что вы следуете за нами. Что же вы принесли? Мы принесли себя. Мы ляжем в хранилище трупов. Вам не понадобятся ваши гробовщики. Что происходит? Всё ради сохранения загробного баланса. Что же, пусть будет так. Сегодня нам понадобится сила и стойкость богов. Так что принимаем любую помощь. У нас то есть будет 100 на 100 пищи? Ну, то есть просто 100 пищи. Внимание, хранилище трупов на этой месте за счёт инструментальщиков записывалось за полнеды до предела. Ну, хоть на этом спасибо. Так. Чёрт. Это долговато будет. Итак, что нам надо сделать? Давайте подведём итог. Тут просто куча всего нам накидали. Да, карта при этом вроде не такая большая. Во-первых, у нас есть две побочные угрозы. Демоны и этот гильдерик. Прямо под нами. Я думаю, начинать надо с гильдерика и по мере прохождения избавиться от фронтов. А уже потом мы можем начинать ударять его. Так. Конечно, у нас никаких ресурсов при этом нет. И чего ты ждёшь? Не заставляй меня ждать. Так, графморд. Человечество в опасности. Я устал. Извлекатель душ может раз за долгое время воскресить всех ваших павших воинов вокруг вас. Ага. Ну, то есть это как сфера воскрешения или как она там называлась. Ну, выходит, гробовщики не особо мне нужны. Чего? Что это за гигантские светильники? Глазница жжёт. Я... Ох, я не знаю. Эти светильники мои руки. Они по рождению абсолютно некромантии. Сама их сует бессмертного вслужения и самой смерти. И мне, как истинного служителя некромати, с большой буквы, ничего не стоит призвать этих существ в последний для этого несчастного мира бой. Человечество в опасности. Что, что нужно? Так, ну, нам надо определенно будет в несколько сторон, причём, наверное, башни по нас ставить. Либо, знаете чё? Гоу! Пидранить этого... Гильдерика. Ибо я не вижу смысла. Чего стоять-то? Так, ну, вспоминания тоже все собрались, кстати говоря. Герои все максимально прокачаны. Капитан, дозорные говорят, что в Райкову начали послать нашу сторону штурмовые отряды. Придётся воевать на два фронта. Да его надо просто уничтожить. Эм, а это что за чёртовы обелиски? А, погоди. Ах, Гильдерик, как же ты мог. Кэп, нам действительно стоит наказать этого принца. Его в Райкову рано или поздно нас сломят. Свет всемогучий. Это же обелиски, хранящие отходы кузни для душ Хазгула. Когда-то давно с их помощью у меня получаются пробивать доспехи пламенных рыцарей. Ну, это гуд. Механики с предыдущих компаний прям активно-активно юзаются. Чё? В Райков у него спринчев к маге? Какого чёрта? Так. Где Мортис? О, где-то рядом. Так, я думаю, нам надо сюда. Давай, 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 не ссы. Блин. Я и забыл, что надо и на древесину пацанов послать. Совершенного в этом мире становится всё больше. Ещё один великий выходит из моей крепости. Ещё один непобедимый пламенный рыцарь. Человечество в опасности. Человечество в опасности. Хватит приказывай. Мороз. Доберясь носа только людьми. Их шердов не обогрелся. Так, и смогут ли выдержать наши? Дядя, придётся идти помогать. Иных вариантов я не вижу просто. Так. Здесь качаем это. Здесь качаем это. Наши войска атакованы. Поверять конца с этого не завершено. Ух, фера, у него урона три сотни. Да ё-моё, господа, забейте на всё. Идите сюда. Где там... Морд. Даже такие фокусы вас не спасут. Раньше Ваурехт справился с отрядом бомбных рыцарей. Но сегодня на его место каждого убитого рыцаря придут двое. Так, Т-2 плюс. Так, ну я думаю, если мы кучу башен нахерачим, то в целом нам будет норм драться против пламенных. Ну, это жесть, конечно, но надо избавляться потихоньку от всего вот этого вот. А то я реально не смогу разрываться вот так вот на все фронты воевать буквально. Ну, слушайте, у нас четыре героя десятого уровня. Я думаю, мы справимся с гильдериком. Даже с таким отрядом должны, я думаю, обязаны просто. Отряд, конечно, слабоват наш. Блин, я ничего не вижу за этой башней. Так, давай, ультуй. О, она еще под зданием бьет. Ну, ульта нова слабенькая, конечно. Как ты мог присоединиться к Асглуву, гильдерик? Ты мечтал о забвении, но пробнял его на службу безумцу? Прости меня, Ваурехт, это дело убеждений. Я расскажу тебе об этом, когда все закончится. Я поклялся, служи мне. Все, уйдет у нас. Люди должны сплотиться. Я сам где-то нас. Самой народ. О, все? То есть, его достаточно было убить? В вашей маленькой игре пришел конец, принц. Последние слова. Бьете меня сразу, да? Я это заслужил. Я хочу знать, почему ты так наплевал на мою билость. Гильдерик. Я презираю себя и так, Ваурехт. Это было дело убеждений. У принца Врайкова должно же хватить чести ответить на мой вопрос. В том и дело, что я принц Врайков. Хазгу оклинул мою дужу из-за бытия и напомнил мне о том, что у меня есть народ. Хазгу нарочно просмотрел всю историю моей души и напомнил мне о древней присяге вести мой народ всегда и везде. Ты мог отказаться, как ты бы додумался примкнуть к этому безумцу. Это было дело убеждений. Если бы я не согласился, был ли я принцем Врайкова? Был бы я честным скелетом? Я его понимаю, Ваурехт. Народ доверен и тебе всегда в первую очередь. И он хотя бы честен с тобой. Да и сам с собой. Раз уж вы все равно загнали меня в угол. Что же, мне уже все равно с кем драться. Для Врайкова самое важное уберечь этот славный бой. О, к нам присоединится союзник? Хорошо, хорошо. Позволь мне, Ваурехт, отправиться в самую гучу сражения в твою славу. Мы, Врайкова, также готовы присягнуть тебе. Нам пригодится любая помощь, Ваурехт. Ради нашей миссии. Хорошо, Гильдерик, ты прощен. Ступай в свой последний бой. Помоги нам восстановить загробный баланс. За вас, протекторат. Казармы Врайкова теперь будут отсылать на поле битвы воинов Гильдерика. Так, ну, слушайте, гуд, гуд. Это нам хорошо прям. О, так это уже Т3. Так, надо, значит, часовню делать. Нам надо архивы сделать. Нам надо залы славы сделать. А пока посидим тут, я думаю. Ээээ, ты чё, офигел? Ваша жизнь летают. Мои войска становятся всё могу многочисленнее. Подбавим-ка жар на поле боя. Ну, короче, да, моя рекомендация к этой главе, спидранте Гильдерика. Просто максимально похер, что вы там отряды сольёте. Просто спидранте его. Просто сразу виду, одна проблемная сторона будет для вас. И это хорошо. Так, ну, здесь, наверное, тоже надо укрепиться. Я думаю. Делки, чего ты ждёшь? Так, а, да, идёт же этот огненный говнюк. А я убегаю, оставляю своих братьев. Так, часовни... Архивы не построили. Так, ну, я качну это, это. Качну это. Винистры готовятся. Ой, винистры. Подготовка идёт. И сразу... В палачей максимально. Ой-ё, дерево кончилось? Это плохо. Нам нужно больше древесины, поэтому ещё, наверное, я наклепаю инструментальщиков. Так, я думаю, этого здесь хватит. Пошли сюда строить. Ведь ещё надо одну построить. Так, 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 так. Исследование совершено. Даже перфекционисты, всё такое. А, архивы есть. Ты их строил. Погоди, чё? Его, чё, без руны нельзя убить? Получается, мне надо отыскать руну срочно. На нашу базу напали. Люди должны сплотиться. Исследование разрешено. А, наконец-то. Окей. Наши войска такого не нужно. Пошли искать тогда. Да, да. И потом я, наверное, сейв просто загружу. Сканилов опусят. Возможно, даже не буду грузиться я. Успеем тупо. Ну, блин, без знания и понимания... Где конкретно. Так, Исслед... Да, я думаю, наверное, надо грузиться. Но мне надо понимать, где находится... Возможно, там. Ладно, давайте загрузимся всё-таки. Это слишком рискованно оставаться. Плюс там уже через полторы минуты пойдёт ещё один. Короче, нам надо за это время отыскать руну. Желательно две руны. Ой. Я прям аккурат, конечно, сохранился к этому моменту. Мощненько. Люди должны сплотиться. Доверять можно только... Так, где там? Вот где-нибудь здесь, пожалуйста. Люди должны сплотиться. Точно. Блин, нам бы какой-то генератор рун найти или что-то такое. Человечество в опасности. Если такое есть, конечно, тут. Блин, опять долбанные порталы. Человечество в опасности. Да, так не пойдёт, конечно, дело. Ужас. Так, господа, я нашёл, кажется, обелиск. Прогулявшись несколько раз, нам надо... Проследовать. Подальше, довольно-таки, от базы. Так. Идёт подготовка. Делаем это, это, это. Вот, видите, жёлтую точку. Вот здесь обелиск. Идёт подготовка. Ещё раз. Дел-дел-дел-дел-то. Исследование завершено. Дел-с-дел-на. Так, ладно. Кто там? Я служу. Да, да. Только ледяном утром. Человечество в опасности. Не ждать. На нашу базу на базу. Я устал от праздной болтовни. Так, ну, надо поскорее заканчивать это. Так, 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 давай. Два успел, а? Офигеть, да меня чё, Инферналами спамят? Так, пора качать атаку, защиту. И поскорее надо по-хорошему найти следующий этот, ну, вот эту штуку, чтобы пробивать рыцарей пламенных. Ну, надо походить по округе. Глядишь, найдём полгом, наверное, какие-то базы расположены. Возможно. Притемнейшая тьма, ну, и разруха. По-моему, я буквально хожу по трупам и костям, друзья. Такая земля будет по всей планете, если бы сегодня не победил, господа. Так что пошевеливаемся. Так, вот ещё демоны, здесь, ну да, вот он. Так, вот ещё нужны. У нас куча голды, но золото, ну, голды, говорю, дерево, с ним плохо. Ой, ещё один. А сколько вообще их всего интересного тут? Я, кстати, забыл про извлекатель душ, но, наверное, не стоило его уязать на эту мелочь, которая у меня была. А лучше вот сохранить. Под что-то стоящее. Так, рунные стакаются, это хорошо. Давай-ка сюда. Ну, ещё один обелиск. Так, надо почаще скилы прожимать, а то я вообще не тыкаю, особенно тех, кто у меня с разумом. У них реген всё равно маны бешеный. А я игнорю это. Так, заодно исследуем вообще, что тут есть. Ну, я полагаю... Наверное, мы собрали все руны, которые могли. То есть у нас есть ещё время на трёх огненных рыцарей, после этого всё. Это будет неубиваемая машина. За это время нам надо, ну, собрать отряд хотя бы. Он уже, в принципе, есть частично. Так, ну, наверное, надо призрачных тоже сделать в качестве защиты небольшой. Так, здесь у нас хорошо по фронтам. Да воп только разве что идут. Портовый, интересно, куда идёт. О, вон ещё обелиск. Ой, мановыжигатели грёбаные. Так, давай в толпу заряжай. Так, ну, мы уничтожим, наверное, обелиски. И потом вернёмся. Так, есть струна пламени. Пошли. Так, что по исследованиям? Ну, защита нужна. Я думаю, успеем добежать до пламенного рыцаря, пока он не доберётся всё-таки. Ну, блин, ну, противника осадок, куча всего этого противного. Вон не растёт, и она жаждет топлива. Но помимо пламенных рыцарей, у меня есть и другие фокусы против вас. Так, я что, потерял одного палача, что ли? Так, ладно, пошли. Надо топить... Что тут у нас? Базу противника, я думаю, вполне можем затащить. Так, следующий через две минуты будет. Ну, у нас ещё есть три руны в запасе, я полагаю, на... Здесь, раз там говорили что-то о вратах, то, наверное, тут будет база с вратами, и там тоже будет этот обелиск, который нам поможет. За две минуты, я думаю, оправимся вперёд. У нас неплохо, в принципе, всё. Все грейды исследованы, всё есть. Так. Ммм, всё-таки... Всё норм? Хера себе, ещё замораживают меня. Криптуарий. Ммм, интересно, автор сам модельки эти делал? Вроде как сочетание с дефолтным рефоржетом. Но что-то иное. Либо я просто эти модели редко видел. Так, уничтожим лучше. Всё. Так, одной проблемой меньше. Ещё и ресурсов накинули сверху. Замечательно. Так, ну, надо клепать тогда пациков. Чего-то побольше. Время уходит. Люди должны сплотиться. Блин, палачи рядом не было. Так, вы, наверное... А, хотя они по 800 вроде похилились. Херст, наверное. А, у нас же есть источник жизни. Можем подосходить. Как раз через несколько секунд появится новый этот рыцарь. И плюс мы этот в эту сторону защитили. По идее, ну, никто туда должен... Больше не должен береться. Это хорошо. Наша задача... Супить автор Великуса, автор Мракуса. Показывают здесь что-то. Ну, я думаю, сначала избавимся от назойливых демонов. А потом уже можно будет в портал залетать. Так, следующий через 5 минут. Кстати, да, я забыл. Надо же и этих чуваков тоже сделать. Так, сколько это будет по пище? Так, 90, 94. Вот этого нам не надо, думаю. Все еще не понимаю, зачем, кстати, все эти предметы тут. Черт! Чего ты ждешь? Ну, как важен? Руна! О-о-о-о! Я откатился на пару бедут назад. Черт! Ну, ладно, ничего страшного. Так, ехали. А, я как понимаю, криптуарии морозят тут. Так, следование же есть? Есть. Люди должны сплотиться. Человечество в опасность. За мой народ я боя исполнится. Так, где вылз? Люди должны сплотиться. Хорошо. В этот раз даже по хп нормально. Не надо идти хиляться. Так что пошли встречать огненого рыцаря. Наконец-то. Исследование завершено. Блин, я так и не нашел, где мне, конечно, колокол применить. Вообще. Такие, конечно, способности себе. Ну, можно капитану колокол, например, чтобы быстренько задышить это. Но, допустим, в загробном балансе особо нет смысла. Ты просто усредняешь кп всех. Так, а где этот? Вон он идет. Вчера кто-то просто пукнул и он умер. Так, лучше сохранюсь. От греха подальше, но я лучше это сделаю. Так, где ты там? Знаете, он ультой. Прекрасывай. Ааа, наконец-то. Все нормально. Так, у нас есть полтора отряда. Пошли теперь сюда. Заодно там источник магии, как я помню. Ману наши чуваки под регенят. А эта тема с благословленной теней просто приятная будет очень. Так, кого бы нам сделать? А, так уже все распределено. Чемовечество в опасности. Понимаю, че нам так похабу сильно бьет. Уй, дю. Так, источник магии тут. Пошли. Так, не хотелось бы, чтобы вы, ребята, вперед вообще выходили. Не ваша эта битва. Так, вот самых раненых мне надо. И хп-6, конечно же. Чтобы и хп забрать. Ну, пойдет. Сейчас, еще раз применим. Две минуты. За две минуты надо дойти до этой базы. Я сомневаюсь, что успею, скорее всего, будет. В прошлый раз просто пробьем немножко. Не, ну у нас есть еще две руны. Я думаю, норм. Там, тем более, пока этот рыцарь будет... Три часа сюда добираться, у нас будет время. И плюс у нас уже максимальный лимитик. Думаю, норм. О, еще обелиск. Все, у нас есть на три заряда. Я думаю, успеем мы до последнего рыцаря это все-таки сделать. Впрочем, я не знаю, конечно... Понял. А че вы из отряда вышли? Че за херота? О, правильно делаешь графморт. Молодец. Так, блин, этих чуваков, конечно, факуся. Ну, в принципе, их главная цель это просто поспамить тем заклинанием и все. О, мы даже успели врата уничтожить до того, как рыцарь пришел. Хорошо, хорошо. Так, отлично. Две, три угрозы, я бы сказал, устранены. У нас остается только одна, вот эта лобовая. Но, как видно, наши союзники сами неплохо держатся. А у вас не останется даже воспоминаний. Забвение будет вашей единственной утехой. Блин, как бы не получилось так, что у меня отряды пересекаются. Ну, вроде нет. Окей. Так, давайте-ка пока сюда ману поригенем немножко там. Какая рыцарь будет добираться? Блин. Ну, неприятная тема, конечно, с инферналом. Что он может упасть тебе прямо на рабочих. С другой стороны, голда кончается. Правда, она мне не особо нужна сейчас. Так, ладно. Пошли сюда. Нам надо избавиться от этого рыцаря. Так, так, тихо. Почему вы вперед идете, а? Так, я хочу отступить. У-у-у-у-у-у-у! Где морд? Кастуй. Эээ, я не хотел этого делать. Да какого черта вообще где-то сзади? Всё, это сделано, уходим и оставляем их на корм нашим союзникам, они и сами неплохо справляются. Так, пять рабочих, я думаю, их можно на смерть отправить и освободить себе там сам лимит. Я думаю, можно и это отправить на смерть. Типа, нахер мне это всё равно, плюс разведку проведём. Всё, пошли в портал. Ну, я вроде не вижу прямых дорог к ним, так что, видимо, они за порталом и укрыты. Посмотрим. Две с половиной минуты. Ну, думаю, этого должно быть за глаза хватить, чтобы с первой целью справиться. Не понял. Ну, чё делаете, ребята? Я приказал же в портал идти. Ну-ка, может, я что-то пропустил? Какой эти порталы? Люди должны схватиться. Наши войска атакованы. Доверять можно только людям. Люди должны схватиться. Доверять можно только людям. Так, это, видимо, ещё одна база. Я как-то пропустил её, видимо. Какие-то штуки у них, ваншота ещё и меня есть. Так, ну, в принципе, с полным лимитом мы очень хорошо справляемся против них. Наши войска как люди должны схватиться. О, ещё. А зачем эти порталы тогда? Чё они делают? С какой целью существуют? Человечество в опасности. Так, пацаны, вы что, не можете врата эти побить, а? Так, ещё один законодатель тени вперёд. Вперёд. Так, пацаны. Чё ты ждёшь? Люди должны схватиться. Не заставляй меня ждать. Крови кустом. Услышь сон в могилле? Человечество в опасности. Да, да. Наши войска атакованы. Так, и еще пять пищи. Вперед. А, тем временем там рыцарь вышел, кстати говоря. Я забыл. Так, по-хорошему надо возвращаться и мочить его. Эх, а я говорю, на пару минут поездочка. Ага, ага. Не, ну мы-то, конечно, их прорываем, но немного медленно. О, это хорошо, что нам путь здесь открылся. Это классно. Мне не придется делать вот этот полукруг, чтобы добраться сейчас до рыцаря. На него надо просто руну кастануть. И добить его. Остальным наши войска займутся. Так, мне нужен морд. Ты где там? Взять где-то, да? Точнее посередине, но далековато. Так. Так. Так, дело сделано. Пошли отсюда теперь. Можно еще себе наклепать. А у вас не останется даже воспоминаний. Забвение будет вашей единственной утехой. Ты же это говорил уже, не? Ну да, он говорил это. Что с тобой? У тебя склероз, что ли, Хасгул? Уф. Еще за толпа, конечно. И чего ты ждешь? Погнали. Так, прожимаем все. Ах, чертов ублюдок, загородился от нас магическими барьерами. Полегче, Ваурехт. Мы найдем способ их убрать. Ах, Говард, Ваурехт. Шесть обелисков по краям сдерживают барьеры. Сейчас разберемся. Видал? Как быстро он узнал, однако. А чем узнал? Ребята! Что делаете? Куда идете? Мочите обелиск. Так, я думаю, тут надо было призрачное делать, потому что он сдохнет скоро. Идем по кругу. А здесь у нас что? Сокрытая пеленой тьмы. Чего ты ждешь? Нормально. Бойхер ему с дадья бьет. Тань, гоните сюда, ребятки. Люди должны сплотиться. Так, а, у нас тем временем новый пламенный рыцарь вышел. Но у меня сейчас другая проблема. Кажется, кажется, южный барьер развеялся. Ну что, надерем задницу? Все кончено, Великус. Тебе некуда бежать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто-то сказал, что не собираюсь убегать. В разные отрезки времени моей миссии я тщательно слил за каждым из вас. Я знаю все ваши фокусы. А никакого эффекта неожиданности у вас нет. Так что в этот раз вы пришли поиграть. Раз вы пришли поиграть, я иду ва-банк. Ах, я тебе второй урок сейчас сломаю, демон. Попробуй держать в строе, друзья. Вперед, мои верные культисты. Ваш последний час провел. Защищайте своего господина. Смешно было полагать, что я сбегу от сражения, когда, господи, когда триумфт моего владыки так близок. Вы сейчас совершаете столько мелких ошибок моих. Каждая может стать последней. Будите. Друг друга. Да что происходит, алло. Самое время мне показать вам всю свою мощь. Вы наблюдаете мое главное достижение. В области магии. Скачки под уши. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот тебе скачки под уши. Абсолютно безвредно для меня. Ха-ха-ха-ха. Вылезай из наших бойцов. Вылезай из наших бойцов, черт возьми. Я хочу видеть, как тебе восторг исполняют твои внутренности. Да где он вообще? Люди должны сплотиться. Дохните, как мухи. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да ты заколебал, стон всех кидать. Сука. Тебя просминят. Прискин атака. Сопрения ждет. Да будет так. Послышь, что-то. Проще растоп. Блин, у меня же извлекательный душ все это время был. Я мог себе армию рестать. Ой-ой-ой, какой я балбес. Ладно, по новой. Ну блин, невозможно понять где он вообще. Это иллюзия, да? Люди должны сплотиться. Как ты заколебал спамить сном, а? Так, где настоящий? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Он опять в кого-то вселился. Ну слушайте, у него мана вроде как заканчивается хотя бы. Какое лицо бы примерить сегодня? Друг молодого самоуверенного графа? Или может старый матерый мастер не коронованный? Не, не смей упомидать старика Барва. Да, да. Тيف? Чёрт, из морта всю ману высосали? Погоди, где настоящий? Конечно же, флуха оплаченная настоящая. Да какого хера? Он хилится! Его невозможно найти! Его иллюзии практически тот же урон получают. Ещё у него 5 кхп. Какого чёрта? Чё я с ним вообще должен делать? Он мне всю армию, блин, изи разносит. Они сгорят в огне. Так, чё там, блин, ты? Как предначерта на зубу? На сэфа на луна. Попробовывайся, карантаны! Пучу их всё в могиле! Да будет так! Истинно так! Вослабь, Руба! Ээээ... наконец! Да, да! Я Руба! Так... Где? Где? Ты задолбал, где ты? Красный вздох! Мёртвый... Туда будет! Так, Хрисель! И чего ты ждёшь? Вздох! Эй, ненужи! Да, пожалуй, пора! Замываются! Здесь можно сохраниться, я думаю. Да, блин, ну где настоящий-то, а? Мёртвый за мой народ! Да будет так! И мне уйти от меня! То, что нужно... А-а-а... наконец-то... Ну, Зиро-7 хотя бы! Вздох! Я займусь! Я вижу словопастность! Ай! Хрисель! КП нету! Что? Где руны исцеления хотя бы, а? Я... Ничего с этим сделать не могу! Или руны, маны... Как опять, блин, душный босс батл, а? Я... Уважает, походу, автор духоту! Вот он! Я виноват. Я... Тьфы идут... Забывающий меня! Твоя воля и свободы... Чего ты ждёшь? Так, отдыхай ты, тварина Загнали в угол Наконец-то, зафокусил эту тварь Ах, какие же вы настырные Да, выпустили мне кровь Но это не решает мне наслаждаться вашими страданиями Но что самое смешное Я все равно увижу вас от смерти позже Этому не бывать бестия Ты давал воски от смерти И это даже не мучение, которым я подвергался в Нокс Рамосе Ах, вы никогда не могли достать до моего уровня Совсем не продумывайте ничего наперед Вы ведь знаете, что я демон А демоны всегда возвращаются Оттуда О, поверь мне, Великус Ты не захочешь вернуться Довольно болтаний Все это Великус Ты заслужил Каждый из нас Ах, желая твоей смерти, как никто другой Ах, все вы Ты, капитан безумия Воорехт, герой купцов Вы вздремучий трос И даже ты, морт, придурок Это твои предсмертные слова, Великус Лучше не трать их понапрасну Все вы считаете, что вы благороднее меня Я... Да, я демон Но в отличие от вас, я демон с принципами И верю в то, что я делаю И никогда не отступаю от возможности на меня истины на шаг А вы... так же не видите что яваться что у вас самих давно крыша едет а ледите спасать мир вы вы верите то что вы делаете все это пустая трата времени это тебе за старика марва это тебе из-за меня из-за гориуса и ты вылз ты вообще должен мне спасибо сказать спасибо с этим покончено так ну теперь надо с мракусом разбираться отлично возвращаемся назад немножко и смотрю потеряли сделаем надо пойти и избавиться так тем урт ой у меня последняя руна черт так так отойдем пожалуй пацаны идите драться 5 тысяч голды я думаю этого за глаза вообще но просто куда идти где я не был сюда наверное или вот сюда я думаю вот сюда 3 минуты за 3 минуты надо прорваться просто ну в любом случае уже можно я думаю забить на рыцаря это все равно наша последняя цель как-то доверять можно только людям так тихо 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 я пока еще не собираюсь атаковать я просто собираю войска вокруг вас что вы там мельтешитесь так я готов погнали тут ворота которые да стеной закрыт я уйдет значит надо отсюда как-то пройти мне плохо просто видно ну пошли наши войска атакованы люди должны сплотиться и чего ты ждешь ну да нам определенно именно сюда я буду так человечество в опасность а наконец то я займусь самой народом да будет так ого ехера их тут скопилось хе-хе-хе-хе Что это такое? Да они вечно держаться тут будут, даже против двух рыцарей. Плотится, не заставляет меня ждать. Я служу, но и перечислено. Я не услугу. Так, мы в чем. Чего ты ждешь? Человечество опасно. Ой, ну инферналов тут, конечно, скопилось жесть. Наши войска атакованы. И чего ты ждешь? Проверять нужно только люди. Люди должны сплотиться. Низкие расходы. Проверять нужно только жюри. Человечество в опасности. Наши войска атакованы. Я вас. Игра просто закрылась. Похоже, не знаю, либо сейв, сомался из-за рейфа, либо автор что-то сделал, но из-за скоплений у меня, видимо, крашилось. Ну, благо, автор догадался сделать автосейвы, и я просто подгрузился с момента смерти... как его там... Великуса. Все. Я делаю его. Слово! Держать! Да, что то, что то, что то... У-о-о-о! Наши войска атакованы. Люди должны сплотиться. Андухалат. И чего ты ждешь? ребята а вы вообще как там оказались ладно почер я этим отрядом сюда зайду и справлюсь надеюсь великус будет полегче просто тупая болват если отсылаться кстати говоря прошу босс батлом с предыдущих кампаний тут великус принципе тоже как-то аналогично действовал в конце тоже иллюзиями спамил там с мракусом же ты вроде как и с огненными рыцарями разбирался так что возможно вполне возможно что будет также так очень что-то большие у меня потери за пощерк жирнючие инферналы надо добить уже это дело люди должны схватиться а наконец ничего добьёшь человечество в опасности не заставляйте не ожидать и опять игра вылетела чего так у меня скоплений тут ну вроде как нет все нормально так надо кинуть туда безвлекого пусть дерется с ними поехали нормально сделай отдельный сейв мало ли через секунду крашнет непредсказуемая херя абсолютно ну и просто никого я делать больше не буду мне принципе с этим отрядом норм будет я думаю ну и ну и ну и Да вот какого чёрта вылетает? Если так пойдёт, то я просто вгрублю чит и всё. Я не хочу проходить всё это по новой. Да в принципе и видно, что я тут тащу. Погоди, а может по таймеру что-то не то происходит? Ну, проверим. Или здесь какая-то херь? Я не понимаю, что за хрень. Так в этот раз я решил не послать работник. О, это что такое? Вот в чём причина краша. Они, блин, просто как-то почкованием начали плодиться внезапно. Поэтому... Да, неудивительно, что крашится. Но если сейчас крашится опять, я буду в унижении только через чит пройти, потому что технически это будет невозможно сделать сейчас. А, там, скорее всего, еще обелиски будут, как с Великусом. Так что, я думаю, точно будет невозможно. Человечество в опасность. Эй, нелюдив! Ну что? Да, ну крашность. Короче, увы, извините, я должен буду читы применить. Я бы на самом деле уже давно мог бы закончить эту голову, если бы не эта проблема. Ну, сорян. Тут я вынужден, просто вынужден. Проспидраним хотя бы. Костяной протекторат не одобряет. Ну, я тоже не одобряю такие баги. Я не знаю, из-за рефы это или автор что-то намутил. Ну, это, ну, плохо, в общем. Блин, я даже в бою с чутом сейчас не успею на этом сейве, поэтому придется грузить более ранний сейв. Пожалуй, пора. Люди должны сплотиться. Разумеется, перед Мракусом я открублю их. Не волнуйтесь. Мракусы я буду честно проходить. Я, в принципе, и не был заинтересован в такого рода прохождении. Но я думаю, вы и так прекрасно понимаете, что я справился с этой армией. Ничего ты ждешь. Наши войска атакованы. Восточный барьер развеялся. Парад отправить генералов назад в могилу. Так, скорее, пересекайте барьер. Все. Теперь должно, по идее, пауза сработать, и ничего не будет создаваться, сполниться, полетать и так далее. Забавно. Забавно. Уже второй раз ты все-таки добираешься до меня, Ваурехт. Но в этот раз ты привел друзей. Ммм. Сражение обещает быть жарким, верно? Что? Что Хасгоу с тобой сделал? Ты помнишь моего координатора батлога? Теперь я, видимо, разделяю его судьбу. Ваурехт. Этот Маракус и раньше так он его разговаривал. О, нет, нет. Просто это моя служба явно не предвещает ничего хорошего. Я жестокий солдат. Да все это уже перебор. Что такое, Маракус? Неужели совесть тебе проснулась, когда ты смог вновь вспомнить все загубленные тобою жизни? Он достает упокойных из богих у Вала. Я надеялся, меня это никогда не коснется, но сейчас... Кто бы он ни был в прошлом, Ваурехт, мне кажется, что сейчас он раскаивается. Нет, что-то здесь нечисто. Маракус, если ты внезапно передумал прислуживать смерти, мы можем договориться. О, нет, Ваурехт, ты не понимаешь. Я частый наемник. Мне платят, я работаю. Вот же гадина. И принесет удовольствие вновь у тебя убить. Я отомчу тебе за весь чертов оплот теней. Ха-ха-ха. Ничего, лично о Ваурехт. Это бизнес. Впрочем, я буду рад наконец взять у тебя реванш. Раздробите их пыль, боеверные войны. Владыка щедро заплатит каждому из вас, когда вы окажетесь в круговерте. Люди должны схватиться. Ха-ха-ха-ха. В этот раз я в два раза сильнее, Ваурехт. И так уж просто будет меня сломить. Нет же, ты в два раза отвратительнее. Тьфу. Будет так. Так предначертано судьбой. Вами обжигает мою черепушку, и силы приливаются вновь. В смерти все... Все копится и копится, и копится, и копится. И вами каждая секунда все дороже. Офигеть, он жжет, конечно. А как от этого уклоняться? Вами там практически мгновенная. Моя душа горит, как костер, а моя постепь сотрясает землю, как титаны шагают по мирозданию. Ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Решлю в подкреплении. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Героев, блин, теряем. Героев одолели. Я опять, кстати, забыл про то, что я могу камень издануть. Игра просто вылетела, когда я попытался загрузиться в норму. Так, ну чё, погнали. Блин, кто в ней исчез, блин? Получается, надо бегать. А, нормально, да, что они там встали где-то? Да, вот, это адски часто он телепортируется, жесть. И огонь как-то гарантированно попадает, а? Офигеть, а. И блин, ну, окажется, у меня крашится теперь, когда я загружаю игру. Под чём прикол? Короче, мне, наверное, стоит как-то всё-таки героев законтролить. Доверять можно только им. Распешится вывозь. Всё будет так. Андуфала. Ассерва полотна. Возглавлю. Ой, чего ты пёшь? Я не жду на дам. Люди должны сплотиться. Да, где ты там? Так, по-моему, очень удачно. Э? Он не хочет на платформу становиться? Чё за фигня? Чё за фигня? Ну, ладно. Спасибо, конечно. Это конец, мракус. Всё, это было ожидаемо. Какая кровь, он скелет, блин. Да. Какая разница, как ты поменялся к нашему бою снаружи, если ничего не поменялось внутри. Аааа, да. Внутри. Неужели даже на пороге смерти ты отказываешься отречься от договора с Хазгулом? Я в это не верю. Ты был чудовищен, а стало ещё ужаснее. Ваурехт, пора кончать с ним. Уж такие, как он, точно безнадёжные. Давай, Говард. Я хочу увидеть, как вторая смерть наконец заставит его понять все его грехи. Ну же, давай. Вгоняй клинок мне в печень. Каждый раз привкус смерти для меня предстоит винование самого совершенствования как генерала. Базыхист какой-то. Смотрит, как он забракался. Я ничего не чувствую. Раньше я получал удовольствие от военных операций, но сейчас я чувствую лишь пустоту. И чего же ты теперь ещё хочешь? За... 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 Внезапно, поединялась платформа вовремя. Здесь мы закончили. Теперь главное, чтобы игра не крашилась случайно. По сути, потому что как сейчас ролик исчез и появился по новой режим синематика, то... Нормально. Фух, пройденная хлопа! Таймер бы хоть автора бы спрятал. О, хазгул собственной персоной решил выйти. Тысяча черепов! Ворота открытые! Где этих лидеров вносят, чёрт возьми! Мы... Мы здесь! Мы уступили алтари! Как вы держитесь? Просто ужасно, мастер Ваурих. Но мы делаем всё, что можем, так что не теряйте ни минуты. Да у вас там миллион войск было! Чё вы несёте? Верно? Сейчас настаёт решающий момент. От вас и от нас зависит будущее. Харон, ты идёшь с нами! Вперёд, капитан! Мы искриво на вас очень надеемся! Удачи вам! Помните, любая ошибка будет стоить вам всего, что мы достигли. Сражайтесь, как в последний раз, братья. Чем короче битва, тем меньше будет трупов. Харон, пора! Каждая минута на счету! Я... Я не могу пойти с вами, Ваурихт. Что? Вот делать нечего, чтобы у нас с Гарбитой разговаривать? Что за чертовщина? Сейчас тебе время Харон! Твоя болтовня всё затягивает! Мы проиграем, если я пойду с вами. Я... Я не успел вам рассказать. Серьёзно? Сейчас? Что такое? Пламеновые рыцари могут быть созданы с любым количеством душ. Шесть число, выбранное Хасгулом, как самое оптимальное. Но вы уже знаете, что перекопка душ возводит все качества в абсолют. Тащи свою задницу сюда, а не чёрт тебя бы побрал! У нас нет времени! Чтоб тебя череп разломило, капитан! Дай мне договорить! Ну же! Если я садюсь с вами в полного рыцаря, он будет представлять собой зло! Почему ты говоришь нам об этом только сейчас? Ну и чё, и чё? Я... Я считал себя лучше других. А это нормально, что вы посреди битвы все встали? Что же? Тебе же не стойте, чёртовой болванки! Я принял решение. Я останусь здесь, чтобы задержать племенных рыцарей. Я вам лишь всё испорчу в крепости. Ладно. Срочно бежим внутрь, господа. Вау, Рехт. Ты же не глуп, верно? Ты должен понимать, что до чистоты перековки у вас не должно быть недостатков. В особенности... Страхов. Да. Ждите нас с победой. Ох, я в предвкушении, чё, будет девятый? В последней, наверняка, главе. Но пока что на этом надо будет остановиться. Что ж, подведём итог, наверное, этой главы. Очень душные босс-баттлы. Ну, они не такие, конечно, душные, как были до этого. В целом, они проходибельные. С Мракусом, мне кажется, всё-таки баг какой-то случился. Но у него какие-то нереальные тайминги совсем. Ну, невозможно, когда тебе толпа стопорит, и ты ещё толпой управляешь, избежать ауэшного заклинания, вроде огненного столба. Он бешеный какой-то урон наносит, и у него маленькая задержка. Адово маленькая. Мне кажется, босс-баттл сам по себе, ну, неправильно подставлен. Возможно, ему стоило вместо огненного столба дать огненный дождь, чтобы он кастал в одну точку. И за это время, ну, даже если пару раз заденет, это будет не так смертельно, как с огненным столбом, который тебе гарантированно, ну, очень много урона нанесёт. А огненный дождь тебя заденет слегка, и ты ещё немного погоришь на этом. Ну, в целом, всё. Если так вообще, мне кажется, вот эта вот толпа на толпу, и то, что боссы какие-то дополнительные действия делают, ну, это неправильное построение босс-баттла. Либо уж делай отряд на отряд, но вот без всего того, что... Ну, либо хотя бы строить так, что, ну, ты можешь отрядом как-то попытаться хотя бы избежать вот этих всех фокусов босса. Либо делать чисто герои на героев, так будет проще контролить, и понять не будет в ПУ битвы, куда что кастуют, учитывая, что ты маркеры поставил. Я об авторе он маркеры поставил. Но их не видно в ПУ битву абсолютно. Особенно, когда у тебя толпа войск клоет, и толпа войск сидит у тебя прямо в маркере и закрывает этот маркер с собой. Возможно, вместо восхитительного знака стоит ещё, наверное, кстати, добавить какие-то более яркие индикаторы, потому что он, ну, вообще практически как-то не выделяется. Вот так вот. Ну, не знаю, плохо подставлены эти босс баты. Мне не особо нравятся, они слишком затянуты и довольно душноваты. Эти два последних, они не прям душные были, но вот до этого душно-душно прям очень. Во всяком случае, это не самое душное. Что по миссии? Ну, она мне не показалась совсем сложной вообще. Я правильно, наверное, сделал, что пошёл рашить этого генерала, забыл, как его зовут. Тем самым я избавил себя от того, что на меня третья сторона нападает, осталось только по фронтам, ну, избавиться от лагерей противника. Ну и, как видно, можно было просто сразу идти на боссов, не вычищать каждую базу по отдельности. Вот, допустим, в правый верхний угол сначала пойти зачистить базы, и сразиться с Мракусом, потом пойти в левый нижний угол зачистить базы, залететь к Великусу и сразиться с ним. Можно было в таком порядке. Я думаю, минут 10 бы на этом сэкономил точно. Но вот этот, конечно, баг мне очень непонятен с тем, что вдруг сотни войс начали спауниться. Это стопроцентная причина, почему игра крашится, почему сейвы тоже могут крашиться при загрузке. Что-то не так. Я не знаю, правда, это рефоржит виноват, или косяк автора, но это жесть. Ну и видно, что войска союзные создаются через триггеры. Стоило, мне кажется, сделать через аишные скрипты, чтобы просто они в зданиях появлялись. Да и, в принципе, на примере тех же врат, например, это было видно, что войска просто внезапно появляются. Ну, определенно, определенно стоило, мне кажется, хотя бы в лагерях сделать просто обучение войск. И все. Ну, так, конечно, миссия довольно эпичная. Много чего происходило. И это, в принципе, реально было контролить. По таймингам, в принципе, можно после первой попытки уже разобраться, когда что выходит. Собрать руны и потом уже готовить отряд к уничтожению каких-то войск. Ну, я заметил вот еще кое-что. Я уже, наверное, это говорил в какой-то из предыдущих глав. Но перестали появляться новые механики. То есть нам где-то за три главы, наверное, за три-четыре главы нам показали все механики террасы, открыли все войска и все. То есть буквально перенасыщенно первая часть была контентом, каким-то вот механиками, которые игрок, вот прям разом на него кучу всего навалили, и звучать как хочешь это. А не постепенно. В течение вот всех этих глав нам потихонечку что-то открывали. Вот. Ну, ладно. Наверное, про саму расу я уже поговорю, когда итоги кампании буду подводить, когда уже мы ее пройдем. А на сегодня пока все смертное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале. А также не забывайте подписываться на мою телегу. Ссылка на который есть в описании. Там рабочие уведомления. Можно получать о тех же видосах, и не только их. Там у нас много другого контента. Так что заходите, читайте, подписывайтесь. А с вами Баба Вел Первый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok